Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Хочу поделиться рецептом-находкой мятными пряниками в лимонной глазури. Для начала нам понадобится свежая мята, ее нужно промыть, чуть обсушить и нарывать одних листиков. Нам понадобится 10 грамм. С помощью мелкой терки снимаем цедру с половиной лимона, не забывайте только желтую часть, белая будет давать горечь. Сюда же добавляем щепотку соли, одно яйцо и 80 грамм сахара. Пробиваем эту массу с помощью погружного блендера. Если у вас его нет, можно использовать комбайн с ножами или то, что у вас есть в наличии. В итоге должна получиться жидкая и ароматная масса. Туда же мы добавляем 75 грамм молока и 30 грамм сливочного масла комнатной температуры. Еще раз пробиваем до однородности. Осталось добавить только муку с разрыхлителем. Я просеиваю 170 грамм муки и 8 грамм разрыхлителя. Остальные 30 грамм муки мы будем использовать при раскатке теста. Аккуратно все перемешиваем лопаткой. Тесто и должно получаться липким. Стол присыпаем мукой, выкладываем тесто и начинаем замешивать. Долго его вымешивать не нужно, оно и должно оставаться воздушным и мягким. Присыпаем мукой, используем туб, который у нас осталось. Раскатываем слой примерно 0,5-0,7 сантиметров. Предварительно включаем духовку разогреваться до 180 градусов. Форму пряничков я буду вырезать круглым металлическим кольцом диаметром 5 сантиметров. Вы можете использовать любую форму или же вырезать просто с каким-то стаканчиком. Убираем остатки, также раскатываем и вырезаем новые прянички. Выкладываем на противень с пергаментом и отправляем в духовку на 15 минут. Теперь подготовим глазурь. В 100 грамм сахарной пудры выдавливаем сок половинки лимона. Все хорошо перемешиваем венчиком. Если масса у вас получается густой, можно немножко добавить воды. Так как лимонная глазурь хочется, чтобы была желтого цвета, можно добавить желтый пищевой краситель или куркуму. Печенье готово, оно должно подрумяниться только снизу, сверху оно не должно подгореть. Теперь каждый пряничек окунаем в глазурь. Я вот так прям руками их промазываю полностью. Вы можете использовать кисточку. Выкладываем на пергамент для полного застывания. У меня на это ушло примерно 2 часа. Вы только посмотрите, какие они красивые получаются. Внутри печенье мягкое и воздушное. За счет глазури они будут дольше оставаться мягкими внутри. Уверена, вкус этих пряничков в сочетании мяты с лимоном вас приятно удивит. Обязательно пишите ваши комментарии и подписывайтесь на мой кулинарный канал. Буду рада вас видеть в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok